У меня возникли сомнения. Я тут недавно считал дивиденды за третий квартал. Вот она, обложка. И вы знаете, я так прикину, по акциям США и по акциям России. По акциям России денежный поток в разы больше. И я тут уже подзадумался, а стоит ли вообще покупать американские акции с такой дивидендной доходностью, с маленькой, и по таким ценам? Да, друзья, я топил за американские акции, как вы помните. Говорил, что их доля будет у меня больше. Но сейчас у меня под сомнением. Возможно, доля и будет у американских акций у меня в будущем побольше. Но пока что, я под сомнением, пока хочу подрастить побольше акций российских компаний. То, что акции США, они мощные, и вообще экономика США мощная, это понятное дело, что их нужно иметь в портфеле. Но есть некоторые тут разналась, особенно по дивидендной доходности. И именно по дивидендной доходности в моменте здесь и сейчас. В общем, друзья, смотрите данное видео до конца. Я в конце вам дам интересную пищу для размышления на этот счет. Ну а в данном видео, друзья, мы будем говорить о российском рынке. Как вы знаете, в последнее время я инвестирую только в российский рынок. В США я подкупаю, но дешевые акции и в маленьких количествах. Сейчас мой портфель по акциям России уже почти что на 100 тысяч перегнал портфель по акциям США. А изначально, когда только акции США появились на московской бирже, это был август 2020 года, я активно их начал покупать. Особенно технологические компании, которые перекуплены, больших денег стоят. И сейчас из-за них мой портфель падает. А портфель российских компаний летит на Луну, как ракета. И сегодня, друзья, я хотел бы поделиться тремя весомыми причинами, на мой взгляд, почему стоит инвестировать именно в российский рынок. И как вы знаете, сейчас у нас происходит ралли на российском рынке. Все растет как на дрожжах. Особенно сырьевые циклические компании. Итак, давайте начнем с первой причины, почему я считаю, что нужно инвестировать в российский рынок. Я опять же сразу скажу, это сугубо мое мнение. А ваше, друзья, мнение вы пишите в комментариях, я буду рад. Куда вы больше инвестируете. Но я устраивал недавно голосование на вкладке сообщества в YouTube. Давно уже оно было, и большинство проголосовало то, что оно инвестирует именно в российский рынок. Итак, погнали. Первое, что я хотел сказать. Первый момент, это то, что акции российских компаний действительно дешевые. Возьмем тот же самый Сбербанк. Классный топовый банк, который уже занял 12 место в топ банков мира. Всего лишь стоит 8 прибылей. Инвестиции в него окупаются за 8 лет. Шикарно, шикарно. В то время американские рынки там вообще по 25, по 30 их неокупаемость. Возьмем даже классные топовые корпорации США. Возьмем тот же PepsiCo. 10 тысяч, друзья, стоит одна акция. Возьмем Procon & Gamble. 10 тысяч стоит одна акция. На 10 тысяч можно действительно набрать хороших акций в российских компаниях, которые будут платить дивиденды. Но о дивидендах мы поговорим позже. И получается то, что хорошие акции США приносят 2-3% в среднем долларах. А по S&P 500 и того, наверное, меньше 1,5-2% в среднем. И это нужно понимать. И поэтому я активно сейчас покупаю российский рынок. Допустим, на те же самые 50 тысяч я могу действительно очень хорошо затариться российскими акциями. А на американском рынке, извини меня, 50 тысяч это вообще ни о чем. Вторая причина инвестировать в российский рынок это диверсификация. Очень важна диверсификация по странам. И я вам, друзья, уже неоднократно рассказывал и показывал. Рынок бывает США растет, падает рынок России. И наоборот. Вот сейчас там у нас гладкий пример. Сейчас в США не все гладко и не все хорошо. Технологический сектор падает. ФРС хочет уже стимулирование заканчивать. И идет полный негатив. А Россия чувствует себя шикарно. Россия вообще по барабану. Цены на нефть, на газ, на все растет. На металлы растет. И Россия, так как тут сырлевые компании, да, зарабатывают компании триллионы. Я уже об этом просто-напросто говорил. И сейчас посмотрите. У меня портфель просто взрывает. И московская биржа исторически хаи пробивает и прибывает. В то время как американский рынок по чуть-чуть начинает падать. И за счет того, что у меня есть и американский, и российский рынок, я чувствую себя хорошо. Потому что, как вы знаете, портфель американских компаний сейчас у меня чувствует не очень хорошо. А российский портфель вот тягивает, все перекрывает с лихвой. Да, я в свое время хорошо закупился на низах, когда был март месяц. Но не сказать, что хорошо, но частично хорошо по отношению к своему капиталу. Вот это дает о себе знать. Америка, да, перекупленная. Я их все равно покупал. И сейчас это сказывается на моем портфеле. Это тоже важный кинтерий. Поэтому, если вы сейчас инвестируете только в одну страну, то, возможно, данное видео мое вас вдохновит. И вы рассмотрите российский рынок. Третья реально весомая причина – это дивидендная доходность. Я не мог ее не пропустить, друзья. Здесь шикарная в России дивидендная доходность. Самая большая почти что. По-моему, в какой-то стране, то ли в Пакистане где-то зафиксировали, по-моему, самая большая, а Россия на втором не то на третьем месте. Врать не буду, но в лидерах стоит. У нас действительно есть двухзначные дивидендные доходности. Те же металлурги по 11-12% выплачивают. 7-8% в среднем у нас дивидендная доходность. Да, где-то 6, где-то 5, но в среднем по больнице может быть 7-9%. И, извините меня, вот я сейчас считал дивиденды, мой денежный поток вырос. Это не может не радовать, потому что высокие дивиденды. А из-за того, что я покупал многие акции, когда они очень были дешевы, особенно циклические компании, такие как «Газпром», я его брал вообще по 160-170, я «Алросу» по 60 брал. У меня дивидендная доходность может быть двузначная. По 14%, по 15%, по 18%. Где такую же можно увидеть дивидендную доходность? И возьмем, например, акции США. Там дивидендная доходность очень маленькая. Об этом мы сейчас еще поговорим. Цены-то сами по себе, я же уже сказал, дешевые. Ты покупаешь, извините меня, МТС, который стоит один лот, грубо говоря, 3200 рублей, где-то один лот у нас стоит. А получаем 900 рублей. И купите в Америке акцию какую-нибудь, я не знаю, там, Pfizer за 3000 рублей, вы будете получать 42 центов в квартал. Или доллар 60 центов получается за год. Это у нас получается, если перевести в рубли, что-то около 100 рублей. Есть разница 100 рублей и 900 рублей. Вот это нужно понимать. Ну и в дополнение хочу еще добавить то, что Россия – это развивающаяся страна. У нас только все становится, и у нас выходит все больше и больше новых компаний на IPO. Это не может не радовать. Возьмите, вот «Сегежа» вышла, классная компания, да, сейчас очень активно растет. Медицинская компания вот вышла, Европейский медицинский церковь, неплохие дивиденды заплатил. Сейчас какая-то софтлайн, по-моему, технологическая компания будет выходить на биржу. ЦАН сейчас будет выходить, Кирбургская биржа. Представьте, сколько интересных компаний. За всем будем следить, за всем будем наблюдать, будем инвестировать, получать дивиденды и богатеть. И это не может, ну, я не знаю, я вот это все переосмысливаю и понимаю. Блин, российский рынок пропускать, ну, не знаю. Есть, да, те, кто топит там за американский рынок, об этом мы сейчас еще поговорим. Но, опять же, не знаю даже, что сказать. Вот я привел вам аргументы. Этого, наверное, уже хватит для того, чтобы рассмотреть российский рынок. Но, опять же, это сугубо мое мнение. А ваше, еще раз напомню, пишите в комментариях. Россия развивающая страна, да, а США уже развита. А может быть, следующее там пятилетие, десятилетие будет за развивающими странами, и Россия будет показывать лучшую динамику, чем США. Чем, черт не шутит, да, как говорится. Сейчас хорошо росло США, может быть, США теперь будет в боковике, и настолько будут выручать дивиденды. А Россия будет платить и хорошие дивиденды, и еще расти. Поэтому это тоже повод задуматься. Мы не знаем, что будет дальше с рынком США. Может быть, он тоже будет в некой такой стагнации. Поэтому это еще один повод посмотреть в сторону российского рынка. Ну, и как обещал, под конец я хочу поговорить о дивидендах акций России и акций США. Вот смотрите, я посчитал дивиденды за третий квартал 2021 года, российских и американских. И по российским акциям за три месяца у меня вышло 7300 рублей. А по американским акциям у меня вышло 3300 рублей. Вы представляете, разница какая? В два раза российские дивиденды перегнали американских. А капитал вложенный. Считаю, что точно такой же. В российских акциях на 100 тысяч сейчас больше. Американские акции я в последнее время вообще не покупал. Плюс-минус пусть капитал будет равный. По 300 тысяч. Потому что эти 100 еще не совсем отработали. А в Америке я их почти не покупал. 300 есть и есть. Да, вы скажете, США не повышаются стабильно. А в России они не повышаются. А то повышаются, то не повышаются. Хочу плачу, хочу не плачу. Да, культура в США выплаты дивидендов намного лучше, чем в России. Но в России тебе реально наших акционеров иногда могут побаловать очень даже классно денежно-потоком компаний. Возьмем Нижнекамский, Нихтехим. Были выплачены маленькие дивиденды. Тут быстро спрос пошел. Они раз, ни с того ни сего сделали нам подарок и выплатили 9,5% в дивиденды. Мне дополнительные там, по-моему, 400 рублей просто так капнули. Потому что я в акциях сидел. А где вы возьмете в Америке, да, чтобы компания платила 3-3%, допустим, в долларах. И резко вам заплатила 6, да, а потом нет. Такого нет, таких скачков нет. Но в Америке тоже режут дивиденды так же, как и режут их в России. Но в России как порезали, так их могут высоко поднять, так и хорошо сидеть. А в Америке так быстро их не поднимать. Это первый момент. Да, вы можете сказать про инфляцию. Там в России двузначная инфляция 17% или там сколько, 15%. Это, грубо говоря, в 2 раза, в 3 раза больше, чем дивиденды. А возьмите в США. В США тоже в среднем 3%, а инфляция сейчас 5%. То же самое в 2 раза обесцениваются долларовые активы. Можно даже сказать то, что в Америке у нас идут байбеки. Да, отлично. Идут байбеки. Но байбеки это для того, чтобы увеличить ваш капитал. У вас будет, возможно, бумажная прибыль будет быстро расти. А денежный поток-то у вас не увеличится от байбеков. Нифига. Нифига. А я как посмотрел сейчас то, что в моменте мой денежный поток, он больше из российской компании, чем США. То есть сейчас в моменте я могу шоколадок купить на российские дивиденды больше, чем на американские акции. С минимального капитала. То есть нужно смотреть по денежному потоку. И из года в год я вижу, что за счет российской компании я все равно, даже какие-то срезали, какие-то повысили. То есть в среднем все равно я могу больше купить шоколадок в российские акции, чем акции США, несмотря ни на что. Именно сейчас, именно сейчас, именно в данный момент. А мы-то живем в данный момент. А не что будет завтра. Я хочу сегодня именно купить шоколадок. Больше шоколадок, чем завтра. Да, вы можете сказать, там девальвация, опять же, рубля 5-10. Да, девальвация рубля есть такой. Но опять же, когда у нас будет девальвация рубля, мы не знаем. А мы живем сейчас в моменте, нам нужен денежный поток. Сейчас в моменте, нам нужно реинвестировать, чтобы покупать другие активы. Сейчас в моменте, как можно больше их покупать. Акции США это не дадут, потому что там самая маленькая дивидендная, одна из маленьких дивидендных доходность в мире. А байбэк нам тоже не поможет. За байбэк мы шоколадки не купим. Нам придется фиксировать прибыль, чтобы их купить в будущем. Поэтому так при прочих равных я так подзадумывался и смотрю. А ведь денежный поток в моменте из российских компаний-то у меня намного больше. И поэтому я так понял, что я буду продолжать наращивать активы на российском рынке. Если был бы огромный капитал, уже там, допустим, тебе на жизнь хватает 100 тысяч, а ты 300 тысяч получаешь. Конечно же, там можно было часть какую-то инвестировать в Россию, уже даже в Америку, лишь бы куда распихать капитал. Но пока ты только начинаешь, мне кажется, именно российский рынок самое оно. Ты быстрее будешь ощущать вот этот денежный поток, который будет кормить тебе сегодня в моменте, ну или, по крайней мере, помогать тебе увеличивать сложный процент, чтобы работал твой сложный процент именно сейчас. Да, вы можете сказать, там, американские акции платят раз в квартал, например, а российские акции разом там и много, и плюс-минус 100 на то выходит. Нифига подобного. Те же самые металлурги платят, сколько ММК заплатила за 3 сделала выплаты. Посмотрите, там, я не знаю, тот же самый, сколько AT&T заплатил, возьмем даже тот же AT&T, и сравните количество акций, сколько вы вложили в AT&T, и сколько вы вложили это. Да, доллар может завтра скакануть, и, допустим, AT&T заплатит больше при тех же самых вложениях, чем, допустим, ММК. Но завтра может и сырье скакануть, и ММК может заплатить. А потом завтра ММК, допустим, уменьшит. AT&T тоже может срезать, да, и планирует срезы дивиденд. Не все так однозначно, еще раз говорю. Когда там будет девальвация рубля, это неизвестно. Может быть, к тому времени наш вот эти дивиденды, которые мы на реинвестируем, уже поперекроют всю эту девальвацию рубля, и наш капитал прирастет. В отличие от того же США, вот такие вот у меня мысли насчет дивидендов сложились. Я так подзадумался, прикинул. Ну как вам, друзья, мои мысли? Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете насчет рынка США или рынка России. Поддерживаем лайкосиком данное видео. Можете поделиться данным видео со своим друзьям. Возможно, оно вам будет полезным. Послушайте мои рассуждения США или Россия. Если вы еще не подписаны на мой YouTube канал, то подписывайтесь, чтобы не просить полезные видео. С вами на связи был Фокин Евгений. Всем пока, друзья. Увидимся на просторах интернета. Всем желаю отличного настроения и побольше профита. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok